Всем привет! Я хочу поделиться опытом эксплуатации и рассказать немного о котле твердотопливном Dragon TA30. Производство ООО Тепловек, это делает город Чайковск, и мощностью он на 30 кВт. Максимальное, нет, давление рабочее 1,5 бара, 1,5 атмосферы, температура 95 градусов максимальная. Почему я выбрал котел мощностью 30 кВт? Дом у меня площадью 180 квадратов, по расчетам нужно было котел иметь мощностью 20 кВт, но я взял с большим запасом. По какой причине? По той, что, по моей логике, моя задача максимально быстро нагреть теплоаккумулятор объемом 1000 литров, и потом идти по своим делам. А из теплоаккумулятора насосы плавно будут отдавать мощность в теплые полы. Поэтому котел должен в максимально короткое время, с максимальной мощностью, нагреть этот объем воды. Поэтому мощность 30 кВт. Что интересного у этого котла? У него огромная топка длиной 0,7 метра, 70 сантиметров, в него влезают дрова. Сейчас я пришел немного поработать на стройку, и собираюсь его затопить, и плавно покажу вам, как с ним работать. Диаметр дымохода у него 180, выход на 50 у меня сделан, переход на 32, и обратка тоже на 50. Сейчас я хочу достать золу. Зольник тоже очень большой. Золу я вынимаю раз в три топки. Я прихожу раз в три дня топить в дом, поддерживаю температуру примерно 10 градусов в доме. И получается достаю золу раз в три топки. То есть три топки можно спокойно не доставать. Это я к чему? К тому, что по моей логике, так как при максимальной мощности горения, дрова должны сгорать полностью, и при этом должно образовываться минимум золы и минимум сажи. Сажа также образуется, и я покажу, сколько ее получается после трех топок. Топлю я по времени одна топка примерно часа 4. За это время у меня получается, по моим наблюдениям, один градус в доме поднимается за один час. Сейчас я буду доставать золу. Зола достается через нижнюю дверь, дверку. Доставать золу очень удобно, такой вот пластиковый лоток для краски. Тут специальная такая вот железячка-заглушка, чтобы дрова не упирались и не выпадали. Так, фонарик. Видно, что золы осталось много, потому что я не дожидаюсь, пока оно до конца догорит. Я задвигаю задвижку, шипер, почти до конца и ухожу. Сейчас я выгрубу и потом продолжу. Итак, вытащил я 6 лотков золы. Количество золы очень сильно зависит от того, какие дрова сжигать. Я сжигаю всякий мусор, который после стройки остается. Доски там, обрешетки, старые грёвна, брусья. Поэтому золы получается очень много. Нормальных дров, типа березовых, я ещё не сжигал. На выемку 6 лотков у меня ушло минут 15. Причём, большее время я доставал гвозди оттуда, потому что золу высыпаю в огород. Внутренние... Так, колосники. 4 колосника. Чугунные, очень тяжёлые. Один маленький. Они кладутся на специальные такие вот подставочки. И внутреннее убранство выглядит вот так. Стенки котла я ни разу не чистил. Конденсат не образуется. Но видно, что всё-таки какой-то налёт есть. Но этот налёт не конденсат, это не дёготь. Вот он. Есть. Золот тоже есть. Вот, из того хода тоже зола есть. Вот, сейчас я это ещё почищу. Чищу золу я раз, может, в две недели. Так, теперь я из верхнего... Верхней дверцы верхнего отсека. Сейчас вытащу всю золу, посмотрю её тут сколько. Видно, что она налипла. В котле котёл, забыл сказать, что он стальной. Толщина стенки 5 миллиметров. Это единственный такой котёл, который я нашёл с толщиной стенки в 5 миллиметров. У других 3 миллиметра максимум. Итак, на скорую руку почистил. Ну, видно, конечно, что зола ещё есть. Ну, чё толку его вычищать, если я сейчас снова буду топить и она снова всё набит. Итоги, за 3 топки по 4-3 часа получилось вот такое количество золы. Много это или мало, я не знаю. Ну, всё, сейчас буду растапливать. И так, вот котёл уже разгорелся. Температура у него 70 градусов. Датчик на котле и датчик на обратке тоже 70. Так, как я уже и говорил, топка у него очень большая, длиной 70 сантиметров. А значит, в него можно запихать вот такой вот кусок бруса. Жарит хорошо. Сейчас попробуем запихать. Таким образом, хоп, он горячо. И кочевой вот у нас. Так, упирается в какую-то деревяху. Вот, и зашёл. И рядом ещё такой можно положить. Я запихивал 4. Но в таком случае горят они плохо, потому что... Ну, лучше горят всегда дрова, если между ними есть воздух. Так вот, что ещё можно сказать об этом котле? С ним в комплекте идёт термометр и регулятор заслонки. Я его не использую, потому что в моём случае он бесполезен. Как я уже и говорил, в моём понимании котёл должен работать в максимально короткое время с максимальной мощностью, чтобы как можно быстрее нагреть объём воды в теплоаккумуляторе. И чтобы я просто меньше кочегарил его. В таком случае я всегда поддувал, открывая на полную мощность. И вот таким регулятором уже фактически не использую, не пользуюсь. А зачем он нужен? Он используется для того, чтобы в случае превышения температуры, установленной на нём, допустим, 90 градусов, там элемент внутри расширяется, и под действием расширения вот этот рычажок опускается, закрывая поддувало. Но, если его использовать, мне не удалось добиться такого результата, чтобы котёл работал с этим регулятором на максимальной мощности. Всегда поддувало получается закрыто, щель очень маленькая. И тогда толку от этих 30 кВт, что я купил. Поэтому я на него забил и просто отоплю на максимальной мощности. И похоже, что этот котёл слишком мощный для моей системы. Потому что, если открыто поддувалы и шибер на полную мощность, слышно, как котёл закипает. Как котёл закипает. Котёл у меня включён через термостатический клапан, который на выходе даёт стабильную температуру 60 градусов. То есть, обратка в котёл поступает всегда 60 градусов. Но, то ли не хватает производительности насоса прокачать воду сквозь объём котла, и она успевает закипеть. Хотя, насос у меня установил максимальной мощности для этого диаметра 32. То есть, это насос 32 на 8. То ли внутри котла вот эти вот... Вон как кипит. Вот эти вот пути воды, что он там проходит, он успевает закипеть. Вот сейчас закипает. Поэтому я прикрою всё-таки. Производительным котёл считается высокоэффективным. И КПД у него там около 90%. Что я, честно говоря, не помню, сколько там точно. Но он имеет... Вот тут вот топка. Пламя пошло в этот щель, в этот путь. Потом загибается, выходит здесь, делает поворот и уходит уже в трубу. То есть, у него раз, два, три петли. И получается на выходе температура отходящих газов максимум 180 градусов. Наверное, так и есть. Котёл тяжёлый. Весит килограмм 200-250. Обшивка у него сделана с воздушной прослойкой. Поэтому сейчас, когда котёл горячий 80 градусов, стенки у него холодные. А верхняя стеночка, ну, тёпленькая такая. То есть, его ставить к несущей стене, или вообще к стене, можно близко. У меня тут сантиметров 20. В паспорте котла указано, на каком расстоянии производитель рекомендует ставить котёл. Котёл стоит на двух вот таких вот Г-образных ножках. В комплекте с котлом идёт такой скребок, чтобы чистить, которым я ещё ни разу не пользовался. Вот такая кочерга, которая удобна и переворачивать дрова, в случае надобности, и выгребать золу. Ну, ручки очень удобные. Благодаря такой конструкции, она очень плотно поджимает, и никаких газов и посторонних запахов не чувствуется в котельной. Тут сделан уплотнительный такой шнур, который, кстати, не плавится и не выгорает, не пристаёт вот сюда к стеночкам и не отходит. Вот эта ручка уже маленько стала легко подходить, потому что 500 раз открываем, закрываем эту дверь. Есть ещё вот такое специальное... ah, 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 горячо... специальная дверца, которая открывается, и производителем заявлено, что это для дожигания вторичных газов, подачи вторичного воздуха, так называемого. Особое влияние её я не заметил. Пару раз её открывал, не заметил, что что-то в ней стало лучше гореть. ну наверное все надеюсь кому-то было полезно